Добрый день дорогие гости и подписчики канала Растюхи Комп. Меня зовут Наталья. Мой сад находится в Украине, в Одесской области. Сегодняшний ролик посвящен выращиванию гиацинта зимой в горшочках к весенним или зимним праздникам. Иначе это называется выгонкой. Выгонкой луковичных на продажу я не занимаюсь. Я это делаю просто для того, чтобы зимой в доме было ощущение весны от красивых ароматных цветов. В ролике я расскажу о своем опыте и покажу весь процесс от посадки до цветения. Осенью, это может быть октябрь, ноябрь, даже начало декабря, высаживаем луковицы в горшочки. С октября вы можете уже высаживать луковицы, даже если у них еще нет корешков. Если же уже появились корешки, то тем более нужно скорее высаживать. Я беру не очень маленькие горшочки, это у меня литровые. Дренаж можно использовать, можно не использовать. Я пробовала и так, и так. Если в контейнере у вас хорошее отверстие на дне, то можно обойтись и без дренажа. Грунт я использую покупной, универсальный для рассады. Все питательные вещества для цветения уже есть в самой луковице. Поэтому никаких удобрений класть при посадке не нужно. Можно высаживать луковицу в меньшие горшочки, в пол-литровые. И даже меньше. Если вы хотите выращивать гиацинты на продажу массово, то, конечно, маленький контейнер – это экономия на грунте, весе и объеме. Но в маленьких горшочках луковицу из земли может выдавить большая корневая система гиацинта, когда начнут расти корни. Обычно за этим следят и поправляют луковицы в процессе укоренения. Но у меня вот в таких литровых контейнерах никогда луковицу не выдавливало. Еще я беру такой побольше горшочек потому, что я потом луковицу в следующем году снова высажу в сад, и она будет продолжать расти там много лет. Луковица гиацинта может жить до 15 лет. Поэтому, если вы на продажу выращиваете или на подарок, когда в судьбе этой луковицы вы уже никак не поучаствуете, то вы можете взять минимальный горшочек и посадить луковицу для экономии даже в песок или опилки. Как я сказала, все питательные вещества для цветения уже есть в самой луковице. Выгоняют гиацинт даже просто в воде. Но вот после цветения луковица, которая не имеет возможности восстановиться от работы корней в грунте, сильно истощается. Я забочусь о своих гиацинтах, поэтому стараюсь создать им более-менее комфортные условия для роста в контейнере. Для продажи или на подарок нужно выбрать крупную, здоровую, идеальную луковицу. Тогда будет красивый набитый цветонос и пышное цветение. Чем крупнее луковица, тем больше цветков будет в соцветии и увеличивается вероятность того, что из луковицы образуется второй цветонос. Иногда я, наоборот, высаживаю на выгонку луковицы, которые забарковала от посадки в сад. Например, вот такие, кем-то погрызанные. Но, как я сказала, я уже делаю это просто для себя. Луковицы с признаками подгнивания я всегда просто выбрасываю. Я читала во многих статьях и также в разных роликах видела такой момент, утверждается, что луковицу нужно размещать таким образом, чтобы одна треть луковицы торчала над землей. И именно в таком виде мы встречаем гиацинты в продаже на весенние праздники. Поначалу я нигде не могла найти объяснение, зачем это делается. Но потом я нашла в гугле инструкцию в формате PDF по выгонке гиацинтов в промышленных масштабах от Международного центра цветочных луковиц в Голландии. И там я нашла ответ на свой вопрос, что луковица остается на треть на поверхности, потому что в промышленном производстве горшочки маленькие и должно быть хоть какое-то место к корням. Иначе они начинают расти вверх и появляются на поверхности почвы. Поэтому луковицу не заглубляют, чтобы осталось место для корней. А горшочки мизерные, понятно, для того, чтобы удешевить производство и транспортировку конечного продукта. Я свои гиацинты высаживаю так, как это происходит в природе. То есть луковицу засыпаю полностью. В таких контейнерах корни вполне помещаются, даже если луковица заглублена. Далее я обильно проливаю горшочки водой. Грунт должен быть полностью увлажнен. Потом я уже не буду их поливать до момента переноса в тепло на окно. Если размыла вода грунт, подсыпаю немного земли, уплотняю. Если вы высаживаете в контейнер несколько гиацинтов, сохраняйте между ними расстояние около 3 см. Также следите, чтобы луковицы не касали стенки контейнера. Обычно в один контейнер высаживают либо луковицы одного сорта, либо разных сортов, но одинаковых сроков цветения, чтобы они свели одновременно. Далее гиацинты нужно поставить в холодное место на период охлаждения. Я спускаю свои гиацинты в погреб. Также это может быть холодильник или утепленный балкон. Температура должна быть там примерно от 0 до плюс 7, максимум плюс 9-10 градусов. В таком месте луковицы должны оставаться минимум от 9 до 13 недель, в зависимости от сорта. Сейчас на экране я привожу таблицу сортов из инструкции по выгонке гиацинтов, потому что от сорта ранний, средний, поздний, махровый или простой зависит минимальный период охлаждения. В таблице указано количество недель для охлаждения того или иного сорта. Кстати, если у вас совсем южный климат, где в течение этого времени не будет заморозков и будут просто низкие положительные температуры, которые я указала выше, то вы можете просто оставить горшочки на улице, на земле или прикопать в грунт. В этом случае рекомендуют высаживать луковицы, когда температура грунта опустится до 9 градусов. Гиацинты повреждаются заморозками. Если температура почвы в горшочках понизится до минус 1, даже на короткое время, луковица в контейнере и ее корни сильно повреждаются и могут погибнуть. Поэтому температура не должна быть ниже нулевой. Если вы не нашли свой сорт гиацинта в таблице или просто его не знаете, то можно взять в среднем 9-10 недель охлаждения для простых сортов и 11 для махровых. Но еще до конца этого срока вы можете увидеть, что ваши гиацинты проклюнулись в погребе или в холодильнике. Однако не стоит их выносить в тепло на свет до окончания периода охлаждения. Потому что если период охлаждения будет недостаточным, можно получить вот такую картину. Цветонос не разовьется, не поднимется и цветы будут прямо в листьях. Еще бывает так, что цветонос может быть искривленный, кривой, недоразвитый. Это связано с недостаточным периодом охлаждения. Вот у меня это было как раз с гиацинтом, который я достала слишком рано, как только увидела зеленый росток в погребе. Луковицы можно держать в холоде дольше нужного срока, но не меньше. После 9-10 недель охлаждения достаем горшочки из холода и переносим на окно. Я ничем не притеняла ростки, просто сразу поставила на окно в доме из подвала. Чем выше будет температура там и ярче свет, тем быстрее начнет развиваться гиацинт и раньше наступит цветение. У меня на окне зимой около 15-16 градусов. И у меня цветение начиналось примерно через 3 недели, с момента, как я достала гиацинты из погреба. Хочу привести вам цитату из инструкции. При ранних сроках выгонки температура воздуха в помещении составляет 20-25 градусов. При более поздних сроках выгонки 18-20. Если во время выгонки поддерживать довольно высокую температуру, то растения будут более приземистыми, и листья короче, цветение начнется раньше. При более низкой температуре стебли будут длиннее, цветение наступит позже, и соцветия более глубоко находятся между листьев. Вот поэтому у меня достаточно длинные листья, потому что у меня на окне в районе 15-16 градусов. Также по поводу освещения в инструкции говорится следующее. Для выгонки соцветия гиацинту не требуется много света, поэтому гиацинты можно выгонять практически во всех типах теплиц. Свет в теплице нужен для того, чтобы побеги позеленели, и между раскрывшимися листьями появилось соцветие. Яркое освещение ускоряет раскрытие листьев. Я для эксперимента ставила гиацинты на южное и на северное окно, чтобы сравнить. Так вот, на северном окне, вы сейчас видите, листья очень сильно вытягиваются. Я доставала свои гиацинты из подвала по очереди, с промежутком где-то в 2 недели. Я не ставила себе цели добиться цветения какой-то конкретной дате, просто любовалась зимой весенними ароматными цветами. Вы можете встретить такую информацию, она довольно часто попадается, что после того, как достали гиацинты из холода в тепло, их нужно накрывать непрозрачными колпаками. Я ничего этого не делала, и в этой инструкции тоже нет таких рекомендаций. Полив гиацинтов на окне проводят по необходимости, чтобы и грунт был увлажнен, но и не слишком заливать, потому что луковичные критически не любят переувлажнение. Давайте подытожим, как рассчитать сроки закладки горшочков в холод к определенной дате. В инструкции дается пример для Рождества 25 декабря. Для этой даты рекомендуется поставить гиацинты в холод 20 сентября, а достать и поставить в теплицу, ну или в нашем случае на окно, 1 декабря. Таким образом, гиацинт с холода нужно достать примерно за 3-3,5 недели до планируемой даты начала цветения. То есть, имея дату, когда вам нужно, чтобы гиацинт зацвел, отсчитываем 3 месяца назад и получаем дату закладки контейнеров на охлаждение. То есть, на 8 марта, самое позднее ставим в начале декабря, а достаем где-то до 10 февраля. Для того, чтобы получить цветение на Новый год, луковицы нужно посадить и поставить в холод в начале октября, а достать примерно после 10 декабря. Но для выгонки на Новый год нужно использовать самые ранние сорта. Нужно учитывать, что точно рассчитать все цифры на 100%, конечно, никто не сможет вам, потому что многое зависит от сорта гиацинта, периода охлаждения, температуры и освещенности у вас на окне. Есть еще такая закономерность, я ее опытно обнаружила, что гиацинты, которые простояли на охлаждении дольше необходимого срока, зацветают быстрее, чем за 3-3,5 недели. В то же время гиацинты цветут примерно 2 недели при температуре на окне 15-17 градусов, и поэтому, ориентируясь на те цифры, что я привела, вы в любом случае попадете в период цветения, раньше или позже. Кстати, если что-то пошло не так, и гиацинты развились быстрее, чем вам нужно к определенной дате, то в инструкции говорится, что гиацинты уже с готовыми цветоносами, но не начавшими распускаться, можно хранить в холодильной камере при температуре от 2 до 5 градусов. При температуре в 1 градус гиацинты могут храниться долгое время, в течение нескольких недель. После отцветания я держу гиацинты на окне до того момента, как начнут желтеть листья. Если вам они в это время мешают на окне, можно спустить их куда-то на пол или на тумбочку какую-то, но так, чтобы там все-таки попадал на листья свет. В это время луковица запасает питательные вещества на следующий сезон, поэтому листья не убираем до их отмирания и продолжаем ухаживать за гиацинтом, как и за любым растением. С конца цветения и пока листья зеленые, можно подкармливать гиацинт любым удобрением для домашних цветов или любым комплексным удобрением, где меньше азота, а больше фосфора и калия. Когда листья у гиацинта пожелтеют, его можно убрать со света, поставить куда-то в уголок до засыхания листвы. Затем можно поступить несколькими способами. Гиацинты в период покоя должны пройти стадию просушки и прогрева. Если у вас лето жарко и сухое, вы можете высадить гиацинты сразу в сад, но укореняться они все равно начнут только осенью. Если лето у вас прохладное и влажное, то лучше оставить луковицы дома для просушки. Их можно оставить прямо в горшочках, поставив где-то в сухое теплое место, например, отнести в гараж или сарай. А можно вытащить сами луковицы, очистить от земли, убрать старые корни и сложить луковицы в какую-то коробочку или ящик, но с отверстиями для вентиляции. И убрать затем в теплое сухое место до осени. В течение хранения нужно 1-2 раза увлажнить луковицы. Слегка полить, если вы их оставили в горшочках, или побрызгать, если извлекли, чтобы они сильно не пересохли во время хранения. Осенью луковицы высаживаются в сад. У меня есть еще два видео, посвященных гиацинтам, в том числе и видео о том, как правильно посадить луковицы. Ссылки на эти ролики в описании под этим видео. Надеюсь, это видео было полезным для вас. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца, подписался на канал и спасибо за обратную связь в комментариях. Заходите на мой сайт растюхи.com и пусть ваши растюхи растут и радуют вас! Продолжение следует... ... ...